Здравствуйте! Приветствую вас в программе «Ближе к звёздам». Сегодня, предваряя тему нашей беседы, мне хотелось бы вспомнить Лилиса Кэрролла и знаменитый диалог Алисы с Белым Рыцарем. Знаешь, я придумала своё средство от выпадения волос. Ведь волосы почему выпадают? Потому что они свисают вниз. А если на голову поставить палочку и заставить волосы виться вверх, как плюш, то они больше не будут выпадать, потому что вверх падать невозможно. Красивые и здоровые волосы – основа нашей привлекательности. Но, к сожалению, из-за ритма жизни и экологии мы не можем сейчас сохранить их в превосходном состоянии. Но любые проблемы с ними поможет нам решить специалист-трихолог. Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно более 60% мужчин и 40% женщин обращаются за помощью из-за потери волос к специалистам-трихологам. И мы сегодня тоже находимся в кабинете трихолога. Здравствуйте! Эдуард Анатольевич. Эдуард Анатольевич Токтаулов. Специалист-трихолог. Я к вам пришла в качестве пациента. Волосы, скажем так, прямо у меня не самые шикарные, поэтому давайте посмотрим на их состояние. А зрители посмотрят, как всё это происходит. Ну давайте для начала расскажите, что вас конкретно беспокоит? Ну, во-первых, они у меня очень тонкие. Последнее время я стала замечать, что выпадают они сильнее, чем обычно. Посмотрим? Давайте посмотрим. Давайте. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, врачу-трихологу необходима компьютерная диагностика волос и кожи головы. Процедура проводится с помощью трихоскопа – медицинской видеокамеры-микроскопа. Этот аппарат позволяет провести тщательное визуальное исследование и получить подробные данные о состоянии волос и кожи головы пациента. Полученные данные анализируются специальной компьютерной программой. Под большим увеличением мы можем рассмотреть структуру самого стержня волоса. Под большим увеличением волосы похожи на макароны. Да, особенно если они повреждены, то на них видны места изломов. Вот повреждения. Как интересно. Но это результат вашего окрашивания. Видите, вот. Да, да, да. Как не ломается. Это уже издержки окрашивания. Проблем никаких нет. Единственное, что проблема – да, сухость волос, их ломкость. Да, в этом случае вам помогут профессиональные средства по уходу за волосами, именно за стержнем волоса. Определенно это маски, шампуни, бальзамы, спрей. Вот это для стержня волоса. Это то, что мы наносим снаружи. А внутри полезная пицца, это витаминная? Внутри, да, это обязательно, разумеется, нужно использовать витаминно-минеральные комплексы. Волосы любят спокойную, святую жизнь. Поэтому что должно быть? Поменьше стрессов, побольше свежих овощей и фруктов. Очень хорошо. И поменьше стрессов. Всё. Это залог успеха и хорошего состояния ваших волос. Хорошо спим, вкусно едим и не нервничаем. Да. Заболевание волос – это не только проблема волос, это проблема всего организма человека, так как волосы являются зеркалом, который отражает состояние внутренних органов и системы организма человека в целом. Наиболее частыми предпосылками служат стрессы, расстройства в работе нервной системы, хронические инфекции и перенесённые тяжёлые инфекционные заболевания, нарушения в работе эндокринной системы, генетическая предрасположенность и некоторые другие факторы. Как любая ткань, нужно нормализовать кровообращение, кровоток. Массаж? Ну и массаж в том числе. Здесь тоже это полезная вещь. Опять же, массаж должен быть правильный, выполнен специалистом. Просто так в домашних условиях массаж сделать… Ну, это правильно сделать массаж сложным. И он должен длиться не менее 10 минут. Конечно, более эффективные – это аппаратные процедуры, такие как микротоки, дарсонвализация, потом озонотерапия. Мезотерапия полезная. И в то же время там содержатся все необходимые вещества, необходимые для построения стержня волоса. При выпадении волос люди у нас что начинают? Сперва перебирают все… Народные рецепты. Народные рецепты. Заходят в интернет, всё перелопатят, все перепробуют. И пройдёт определённое время, все рецепты перепробованы, но проблемы не решаются. И в таком случае, в этом случае, тогда уже пациент, как правило, идёт к врачу. К сожалению, немногие прислушиваются к сигналам СОС своих волос. При первых же подозрительных симптомах необходима консультация специалиста. Не стоит заниматься самолечением. Многокомпонентный подход в терапии и индивидуально подобранный уход позволят достичь прекрасных результатов. Сегодня мы узнали ещё один секрет красоты, как сделать наши волосы здоровыми. Красота – это обещание счастья. Будьте красивы и счастливы. Целый спектр услуг по уходу за лицом, телом и волосами. Пластическая хирургия. Всё это вы найдёте в Центре медицинской косметологии «Эстетик». Улица Машиностроителей, 61. Телефон Нижкараре. 42-67-82. Телефон Нижкараре.